Пламя В результате пожара пострадали двое охранников. У них отравление угарным газом. Одного из пострадавших медики госпитализировали. На месте работали шесть спецмашин и двадцать пожарных. Справиться с огнём специалистам удалось за час. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Четыре контейнера сгорели полностью и ещё два обгорели частично. Причину пожара, как и ущерб, предстоит выяснить специалистам. Заплатить за пиво натурой чуть не пришлось двум девушкам в Алматы. На представительниц прекрасного пола напали трое молодых людей, с которыми они познакомились на речке. Одной из потерпевших удалось вырваться из рук насильников и позвонить в полицию. Заметив машину страж правопорядка, молодые люди бросились на утёк. Всё произошло на пересечении улиц Гоголя и Муратбаево. После знакомства молодые люди угостили дам пивом. А когда девушки засобирались домой, парни заявили, что за всё нужно платить. К счастью, подоспевшие на место стражи правопорядка одного из злоумышленников задержали. Сейчас задержанного доставили в отделение полиции, и его сообщников объявили в розыск. На пересечении улиц Аблайхана и Гоголя не установленный автомобиль совершил наезд на пешехода. Звонок с таким сообщением поступил на пульт дежурного ночью. По словам очевидцев, машина, нарушая правила дорожного движения, сбила 60-летнюю женщину, которая стояла рядом с остановкой. Увидев упавшего пешехода, водитель тут же скрылся. Очевидцы успеяли запомнить номер автомобиля. По их словам, машина двигалась на высокой скорости, к тому же со спецсигналами. Стражи правопорядка, приступившие к поиску нарушителя, заметили на проспекте Аблайхана подозрительный джип черного цвета с государственным номером 001. Вот здесь машина, здесь задержать надо ее. Вангрузе черный 001. Какой? Задержать машину удалось на пересечении проспектора Эмбека с улицей Неоросбай-Батыра. Однако, как выяснилось, это не тот автомобиль. Номер государственного знака 001 совпадает с показаниями очевидцев, а вот буквы другие. Стражи правопорядка продолжают поиск преступника. Состояние пострадавшей женщины стабильное. Медики госпитализировали ее в ближайшую горбольницу. Родственники разыскивают Серик Арнора Ержановича 1997 года рождения. 4 июля он вышел из дома в микрорайоне Колкоман и направился в город Каскелен и не вернулся. Был одет в синие джинсы и футболку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Арнора Ержановича, просим обращаться по этим телефонам. УВД Алмалинского района разыскивает Елиусизову Алму-Елиусизовну 1985 года рождения. В декабре прошлого года она вышла из дома по улице Туркибаева и не вернулась. Рост 155-160 сантиметров худощавого телосложения. Всех, кто располагает информацией о местонахождении этой девушки, просим звонить по этим телефонам. Родственники разыскивают Елышева Каната Сапаровича 1982 года рождения. В декабре прошлого года он вышел из дома по улице Жарокова в неизвестном направлении и не вернулся. Рост 180-185 сантиметров худощавого телосложения. На пальце правой руки татуировка с цифрой 25. Всех, кто видел этого молодого человека или знает о его местонахождении, просим обращаться по телефонам, которые вы видите на экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова